Здравствуй, дорогой друг! Неисповедимы пути Господни. Снова и снова убеждаемся в истинности этого изречения. В первые дни весны в городецком Федоровском мужском монастыре встречали святыню, которая сама выбрала себе дом. Промыслом Божьим в обитель прибыла икона Божьей Матери Всецарица, которая была написана и освящена в Отапецком монастыре на Святой горе Афон. Встречала святой образ, пожалуй, половина городца во главе с управляющим епархией епископом Парамоном. Так получилось, что образ Божьей Матери Всецарица был написан несколько лет назад для храма святых равноапостольных Константина и Елены в районе Митина, города Москвы, где настоятелем прихода был ныне управляющий городецкой епархией епископ Парамон. Из-за сложной политической ситуации доставка в нашу страну иконы затянулась. Много воды с тех пор утекло. И вот по прибытии в Россию святой образ сам выбрал себе место постоянного пребывания. Икона была написана в Отапецком монастыре, там, где находится чудотворная икона Божьей Матери Всецарицы, оригинал. Она была написана в Отапецком монахе именно для России. Местом предназначения изначально было совершенно другое место для этой икона. Но случилось так, что разные события, в том числе и те, которые происходят сейчас вокруг России, помешали перевезти эту икону на протяжении, то есть невозможно ее было оттуда вывезти, на протяжении почти двух лет. И вот спустя почти два года после написания этой иконы, то есть она практически порядка где-то трех лет была на Афоне, в Отапецком монастыре, только смогли ее доставить сюда, в Россию. И после ее доставки, когда у меня этот благотворитель, добрый человек, спросил, куда эту икону вы разместите, я говорю, ну знаете, Матерь Божья сама, видно, определила. Федоровский монастырь. И тем самым эта радость будет и для наших прихожан, и для наших паломников, что монашеская традиция, и, скажем так, те духовные основы жизни, которые заложены на Афоне, основу монашеской жизни, они связывают нас и сейчас, в это непростое время. Градуйся, сердца Рице, недухи наши, благодати зеляющая. Поначалу икона временно пребывала для поклонения верующих в храме святителя Спиридона Тремифунского в Москве. Свою молитвенную память сохранила в сердцах прихожан этого храма и связала невидимой ниточкой Москву и городец. В это время икона находилась в храме святителя Спиридона Тремифунского чудотворца. Я вставил ее в киот. Люди каждый день приходили, читали Акафист, молились. Я сказал, что Матерь Божья у нас пока гостит. А потом она будет отвезена на свое место в городец Федоровский мужской монастырь. Люди спрашивали, а сколько у нас еще у кого она будет? И даже вчера вечером специальные люди пришли, чтобы приложиться и проводить Царицу Небесную. В этом году городец отмечает 870-летие со дня основания. Прибывший в обитель образ Божьей Матери Всецарица стал первым подарком городу к юбилею. Думаю, что сафон и икона – это что-то невообразимое у нас. Я сама, первое впечатление, не застал в тонкологию. И только по ей вере, по вашей вере, да будет нам. Все, слава тебе, Господи, за все. Ты зашла. Виктор служит в разведке в зоне проведения специальной военной операции. Несколько дней назад прибыл в отпуск в родные края. Узнав о принесении образа Божьей Матери в Федоровский монастырь, решил приехать и помолиться при Святой Богородице за близких и друзей, оставшихся на фронте. Молебень была колоссальная, очень так животрепещущая, прям дух поднимается, как будто гимн какой-то пропелся, прям можно прям в атаку идти. Неисповедимы пути Господни, снова и снова убеждаешься в этом. В символике православной богослужебной традиции большое значение уделяется цвету. Облачение священников, ткани на престолах, аналоях, жертвенниках – все они имеют богатую гамму. Литургическая литература не содержит разъяснений о символике используемых цветов. А иконописные подлинники только указывают, какой цвет надо употреблять при написании одежд того или иного святого. Некоторые сведения можно узнать и у заказаний поместных соборов и трудов Иоанна Дамаскина. Сложившийся канон богослужебных облачений традиционно состоит из белого и основного цветов солнечного спектра. «На престоле был сидящий, и радуга вокруг его престола» – так говорил Иоанн Богослов. Особняком стоит черный цвет – символ покаяния, траура или отречения от мирской суеты. Царским цветом называют желтый. Подобные облачения используются вне памяти апостолов, святителей, благоверных князей и царей. Золотые ризы используются на воскресных богослужениях, а также в большинстве дней года, если не совершается чья-либо память. Белый – символ божественного, нетварного света. Такие облачения используются в церкви во время совершения таинств, крещения, венчания и на заупокойных богослужениях, а также при облачении новопоставленного в священный сан. Голубой – цвет богородичных праздников. Символизирует чистоту и непорочность. По традиции голубой цвет имеют мантии митрополитов. Фиолетовые или темно-красные ризы надеваются во время праздников в честь Животворящего Креста. Это символ страданий Спасителя. Красный – пасхальный цвет. Цвет крови, которую пролил за нас Христос. Зеленый цвет символизирует вечную жизнь. Используется во время праздников в честь преподобных, юродивых и Дня Святой Троицы. Бордовые или багряные облачения священники надевают в Великий Четверг. Обычаи других поместных церквей в сочетании цветов и праздничных дат могут отличаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова